Приветствую вас, аноним. Жалко, жалко, что аноним. Хотелось бы по имени, конечно, обращаться. Ну, смотрите. Вы пишите. Я в отношениях с молодым человеком год. После многих конфликтов они дождают такой стадии, что я не вижу выхода из среды непонимания. Меня не слышат или не хотят слышать. Значит, ну, смотрите. Во-первых, вы с молодым человеком год, у вас уже конфликты. То есть, вот как-то на этапе, когда вы только начинали друг с другом сближаться, да, уже были какие-то моменты, где вы шли против себя. Вот. Потому что ссоры это вот про вовремя не высказанную, вовремя не выращенную, вовремя не отреагированную позицию. Свою. И поскольку, ладно, у вас, скажем, не двадцать лет отношения, да, а год, то, в общем-то, и страсть еще вполне могла бы быть у вас. Поэтому, я думаю, что здесь вопрос про, вот, отреагирование и про адекватное выражение ваших чувств, ваших эмоций. Адекватное, наверное, может быть, выражение нет. То есть, адекватное, вот, вот, такая декларация, декламация нет. То есть, я декларирую, вот, то есть, я там, в определенных, в определенных моментах, да, говорю нет. Вот это, это, вот про это здесь речь. Дальше, меня не слышат, меня не хотят слышать. Если вас не слышат, вы не говорите на языке человека. То есть, объективно, мы все разные люди и, как бы, мы не можем некоторые вещи понять, да. То есть, это вопрос коммуникации, то есть, вопрос такой, кто говорит, кому говорит и что говорит. Вот. То есть, вот эти все вещи, они должны быть связаны. У вас где-то, где-то, где-то есть нарушение. То есть, вот, либо непонятно, кто говорит, либо непонятно, что говорит, либо непонятно, кому говорят. Вот. Потому что, ну, это если вас не слышат. Потому что, если вы говорите кому-то, то вам нужно озаботиться тем, чтобы человек понял. Говорить нужно на его языке, на языке человека. Если вы не можете говорить на языке человека, то стоит вопрос о том, насколько вы друг другу подходите, да? Да? Вот. Ну, потому что я вот сильно сомневаюсь, что это будет такой довольно утрированный пример. Но тем не менее, я сомневаюсь, что влюбившись в, допустим, мужчину из, к примеру, Японии, который говорит на своем языке только, вы вряд ли сможете с ним адекватно коммуницировать, не выучив, не выучив его язык, да? Или если он ваш не выучит язык. Ну, тут уже кому-то легче выучить. Русский и японский, как раз, одинаково трудные для изучения, но тем не менее. Вот. Ага. То есть, как бы, это проблема именно вот коммуникация. То есть, вот коммуникация тоже, ну, вот ваши возможности для коммуницирования, да? Я бы тоже как-то вот посмотрел, может, где-то, где-то что-то подправил бы. Дальше. Не хотят слышать, пишите вы, да? Опять, меня не слышат, не хотят слышать. Да. Не хотят слышать, не хотят слышать. Это проблема более такая глубокая, куда менее подвижная, куда более инертная, вот. Потому что тут уже человек не хочет вас слышать, потому что либо у него нет просто мотивации, то есть, это его никак не вообще не задевает, не впечатляет, никак не меняет его эмоциональный фон. Тогда встает вопрос о том, как он к вам относится, и любит ли он вас, и любил ли он вас, и были ли вы ему важны, и когда перестали быть важны, если были. Вот. С одной стороны, либо человек уверен в том, что если он услышит вас, то ему будет плохо. Вот этот момент, ну, он, как бы, подлежит раскрытию, да? Не совсем сейчас. Понятно, что это значит вас не хотят слышать. То есть, это ваша интерпретация, но, извините, суть нужна, как бы, еще другая сторона, это первое, и второе, ну, хотя бы, как-то вот более подробнее узнать, что вообще вы понимаете под не хотят слышать. Вот. Дальше. Эээ, череда недопонимания, пишите вы, ну, это некое, некое, некое такое состояние тупика. Знаете, есть психологическая игра в тупик. Вот, вы можете про нее почитать. Она в интернете, в интернете есть, это, психологическая игра в тупик, тупик, тупик. Вот. А я, наверное, сейчас про нее говорить ничего не буду. Я скажу немножко другое, да? Я скажу, что, эээ, череда недопонимания происходит в том числе и не по вашей вине, да? Не по вашей вине, а из-за вашей ответственности. То есть, вы ответственны в том, что, вот, значит, да, недопонимание, как бы, имеет место быть. Почему? Вот, главный момент. Почему? Потому что, недопонимание в том числе создается и вы. Эээ, видите ли, какая штука. Эээ, для вас, эээ, недопонимание устраняется тогда, когда вы человеку объясняете свою позицию. Когда вы доносите эту позицию до человека, и он так будет соглашаться, он типа, а, окей, 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 окей. Вот. Эээ, но, 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 не всегда, эээ, возникает такая история, хорошее. Иногда, эээ, человеку просто чуждо. Вот, чуждо то, что вы говорите. Ну, яркий пример, который я мог бы привести здесь, это пример с гастрономическими предпочтениями человек. К примеру, один человек – вегетарианин, другой – человек мессоед. Вот… Если вегетарианцы начнёт рассказывать Мессоеду о прелестах вегетарианства, а вегетарианцы начнёт рассказывать вегетарианцу о прелестах вегетарианства, то, скорее всего, эти люди друг друга не услышат, ну, при условии, что они действительно осознанно пришли, вот, каждый к своему выбору, как бы. Потому что все доводы, которые будут приводить, они друг другу будут, ну, казаться просто смешными, просто какими-то вот вообще глупыми из-за того, что у человека просто другие приоритеты. Вот. Понятно, что бывают исключения, когда люди, там, к примеру, могут вот чужую точку зрения как-то вот принять хотя бы ненадолго на время, но в большинстве случаев дела обстоят так, вот. Поэтому здесь очень важно отдавать себе отчет, что такое для меня недопонимание. И что я могу сделать в случае, когда человек не просто меня не понимает, когда человек не может меня понять. Вот не может, например, понять человека, который вырос, например, в голоде, да, человека, который вырос в сытости до конца, он не может понять. Некоторые моменты эти люди вообще не могут, не могут, не могут понять друг друга, да, вот. И объяснять это бесполезно, потому что, ну, вот так случилось, да, вот люди такие. И здесь очень важно просто стоять на своем. То есть вот выразить что-то, сказать, что мне важно и все. Не пытаться именно вот, как бы, внедрить свои мысли в голову другого человека. Высказал что-то, высказал аргументы, выразил свои чувства, все. То этого, в принципе, достаточно. Вот. Если, если пытаться именно до человека что-то донести, если пытаться именно, именно вот что-то вдолбить человеку, вот это воспринимается как давление, с одной стороны вызывает агрессию, с другой стороны возникает вопрос, а почему вам так важно свою мысль до человека донести, да. То есть нет ли здесь какой-то, какой-то вообще вашей собственной проблемы. Ну, как правило, так и бывает. Дальше. После ссоры есть какие-то изменения, но потом все на круге свои остановятся. Ну, не очень понятно, о каких именно изменениях вы говорите. Вот здесь. Да. То есть. Ну, то есть. Во-первых, в ссорах участвуют два человека. Ну, как минимум, больше одна. Да, минимум два. А во-вторых, ссоры не возникают просто так. Здесь психологическая игра, скандал. Вам будет в помощь, почитайте. Основные моменты ссоры будут ясны. Вот. Так и напишите в поиске, психологическая игра, скандал и психологическая игра. Игра тупик. Тупик. Вот. Просто, чтобы было понятно, о чем идет речь. Так вот. А в ссоре принимают участие два человека. И двое же людей несут ответственность за эту самую ссору. Поэтому не совсем понятно, о каких изменениях вы говорите. Изменения со стороны кого? Потому что меняться нужно как вам, так и вашему партнеру. Но поскольку говорим мы с вами, то и вам соответственно меняться. В первую очередь. И мне не понятно, почему ваши изменения возвращаются в круги слоя и вообще, как это все происходит. Потому что как-то все это очень бессознательно здесь выглядит. Дальше. Значит. У нас был ребенок, беременность замерла на третий месяц. Было очень больно, но я относительно легко пережила все благодаря его поддержке. Ну вот мне кажется, что вот эта вот фраза, было очень больно, но я относительно легко пережила благодаря его поддержке. Она представляет из себя ключевую вообще проблему вот текущую, здесь и сейчас. Потому что вы не пережили проблему. Вы просто смогли жить дальше благодаря поддержке, но вы сами с этой проблемой не справились, очевидно. И вы конечно не можете себе сказать, мол вот я не могу без этого человека жить дальше, я буду возвращаться снова к вот этой вот трагедии. Вот. Вы себя, вы себе это объясняете так, что в машине вы видите, вы видите ребенка, частичку ребенка. Хотя это безусловно не так. Вот. Но правда заключается в том, что вы не справились. Вы не справились, вы не пережили этот событий. Вот. Такая вот история. Дальше. Теперь, когда я собираюсь уходить, у меня вся боль возвращается. Просто перед глазами стоит эта рыба. Ну да, просто вы не отпустили. Не отпустили до сих пор эту ситуацию. Благодаря мужчине, отпустили, но без мужчины нет. А вроде если я уйду, потеряю его навсегда и потеряю какую-то ментальную связь с ним. Не очень понятно, кого вы потеряете и какой ментальной связи вы говорите. Самое сердце вы, если я правильно вас понял, имеете в виду того, кого никогда не существовало. Вот. То есть. Ну. Никогда. Не было. Его. И ментальной связи им тоже не существовало. Вот. Потому что он не родился. Вот. Да. Был жесткий лосс. Какое-то время. Но. Кстати, это не совсем ничего сформировавшийся человек. Вот. А вы себя, получается, за что-то винить. Вот. И помимо вообще склонности себя винить, да, за что-то, иначе тут просто основание для боли нужно определить. Вот. Но помимо того, что вы себя склонны винить, мне видится проблема еще и в том, что вам ребенок очень важен был. Вот. На ребенка вы разлагали определенные надежды. Вообще странно. Странно. Вы с мужчиной всего год. Вы ссоритесь. И вас выдачали ребенку. Это странно. Притом, что вы, суть почему, не поженились. Вот. Вы не вышли за него замуж. А вы на вас не женёк. Вот. Это странно. Странно. То есть. Такое ощущение, что, опять же, да. Да. Какая-то неосознанность здесь происходит. Что я делаю? Для чего я делаю? Для чего я хочу? Вот. Зачем мне этот мужчина? Зачем мне ребенок? От чего мне так больно, что я его потерял? Почему я воспользовался поддержкой человека? Как я вижу связь своего молодого человека и ребенка? Какая может быть ментальная связь у меня с ребенком? Да. Как я могу его потерять, если я уже его потерял? То есть. Вы вот не пережили потерю ребенка. Я вас понимаю. Но вы не пережили. А ведь тем есть частичка ребенка. Это глупо, но это так. Но вот это так я все чувствую. Вы чувствуете. Я не... Знаете, я думаю, что вы не очень понимаете, что вы чувствуете. Потому что вы здесь чувствуете боль, вам больно. Но... Боль это ваша, чем... Оно, к примеру, отношения как таковое не имеет. Вам это будет неприятно слышать, вероятно. Но... Это правда. И... Понимаете, если бы вы вот просто были готовы родителям стать, да? И вы теряете ребенка. Ну да. Было бы грустно. Было бы грустно. Безусловно. Безусловно было бы грустно. Безусловно было бы... Тяжело. Безусловно. Да. Но... Как бы... Вы бы смогли... Это... Пережить. Причем... Пережить смогли бы это самостоятельно. Вот. Точно без... Точно без... А... Ну... 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 Точно без... А... Поддержка. Муж... 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 Понимаете? Такая штука. Поэтому... Здесь... Вопрос заключается в том, что для вас за ребенок, да? Что для вас за... На... Вот. И что вы потеряли вместе с ним. Вот. Ну... От ваших... Ну... От ваших... Ну... От ваших мировозрительских, экзистенциальных позиций. Вот. А вот если вы верующий в человек, это одно. Если вы не верующий в человек, это другое. Вот. В любом случае, в потере ребенку нужно работать. Вот. А-а-а-а-а... Так или иначе. Вот. Такая вот штука. А-а-а... А-а-а-а-а... А-а-а... Дальше. 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 А-а-дальше... В этом всё, надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.